Культпоход Именно потому, что люди еще не все получили этот заветный квадратик, который сканируют на входах в музеи, театры. Ну, говорят, сейчас еще даже справки дают. Ну, говорят, сейчас еще даже справки дают. Это просто QR-коды, а какие-то справки действуют. Не пускают, насколько я понимаю, по справкам не по каким. Справки дают о перенесенном заболевании совершенно. Вот только вот это вот. Это для тех, кто официально болел. Понятно. Ну, ладно, мы будем сегодня представлять... А мы все равно. А мы книги будем сегодня разыгрывать. Книги будем разыгрывать. И, тем не менее, у нас еще к тому же гость, который является писателем, сценаристом, и который подарит свою чудесную книгу на время розыгрыша. Итак, мы представляем Алексея Сидорова. Как я уже сказала, писатель и сценарист. И у нас два повода для сегодняшнего разговора. Это, во-первых, выход вот такой вот книжечки. Те, кто смотрит трансляцию, могут увидеть. Алексей Сидоров. «Сталкер. Эвакуация». И выход фильма, который сейчас уже снят и находится в стадии монтирования. Фильм называется... Алексей, начинайте теперь вы. Рассказывайте, передаю вам слово. Да, фильм называется «Сталкер. Сердце ангела». В этом фильме я выступил в качестве сценариста. Это мой сценарный дебют, так скажем. Это первый, не последний фильм, в котором я участвую в качестве сценариста. Дальше будут и другие. Но если вкратце как бы об этом фильме, то он имеет отношение к культовой игре, у которой, не знаю, сотни тысяч или даже миллионы фанатов по всему миру, включая Россию, СНГ и прочие дела. Он основан на книге Александра Вороненко, которая выходила в серии «Сталкер. С точками». Почему с точками? Потому что сейчас выходит без точек, это две разные серии. Да, та была именно отношение напрямую к игре было, а сейчас относится к мирам братьев Стругацких. Это чисто вопрос авторских прав. Он никак, собственно, не влияет фактически на содержание. Разные правообладатели. Да, разные, просто разные правообладатели. Так вот, я когда учился в киношколе, в свободном кино, в прошлом году, нас свели преподаватели. Я учился на сценарном курсе, Александр Вороненко учился на режиссерском курсе. И там вы встретились. Мне говорят, вот есть у нас такой сталкер, любитель сталкера, да. Мы же знаем, ты тоже там писатель, пишешь книжки в этом самом сталкере. Давай-ка мы вас познакомим, вы что-нибудь там вместе наверняка как бы сварганите. Ну, как бы мы сварганили. А, то есть это ваша, получается, выпускная работа, да, или нет? Это выпускная работа у Александра Вороненко, да, получается. То есть это его дипломный фильм на режиссерском курсе, фактически, да, короткометражная работа. Всегда режиссеры, когда учатся, они снимают короткометражку в конце своего курса. А сколько по времени этот фильм? Значит, он, вот сейчас будет две версии, вот по последним данным. Саша мне сообщил, что, значит, будет одна версия 30 минут. Это версия для фестивалей, то есть которые будут показывать на фестивалях. И его режиссерская версия будет 40 минут. По длиннее немножко, как обычно бывает. Да, у нее уже распространение будет немножко другое. Так, расскажите тогда, пожалуйста, какие там герои, что там происходит, как это связано со всеми там сюжетами, с играми, с книгами. Ну, надо вообще сказать, наверное, тем людям, которые не знают, что такое сталкеры, вселенная там, да, что это вообще? Не все играют в компьютерную игру. Значит, это, значит, есть фантастическое допущение, которое на мире братьев Стругацких основано, что есть некие аномальные зоны, в которых развитие, так скажем, животных, флоры и фауны, оно идет по другим законам и благодаря различным там мутациям и прочее, они изменяются совершенно. Ну, как, например? У них сверхспособности появляются? Ну, например, да, появляются какие-нибудь там сверхспособности. Животные мутируют, выраздают в размерах, бывают там гигантские зубы, там, не знаю, просто большие размеры. Могут измениться до неузнаваемости какие-то виды животных, мутировать так, что их, ну, просто, грубо говоря, не узнают. То есть они злыми все становятся, да, страшными? Нет, не обязательно злыми, но просто они другие. А у нас все, что другое, оно всегда воспринимается с опаской. То есть вот как бы на этом построен мир. И аномальные зоны, они такие имеют закрытые, как бы закрытые локации, в которые проникают некие люди, которые называют сталкерами, они идут туда в основном за артефактами. И артефакты – это, как сказать… Ну, предметы какие-то. Да, это предметы, которые образуются вблизи аномалий. Аномалии – это тоже изменение пространства, времени и прочее. По разным причинам. По разным причинам, да. Тоже образуются в этой аномальной зоне. Вот. Ну, вот, собственно, вот она, Вселенная, да? Да, эту Вселенную использовали создатели игры, просто переместили ее в Чернобыльскую зону отчуждения, реально существующую. Приблизили, так сказать, к нашему миру, да? Да. И, соответственно, по этому выпускаются книжки, и очень много фанатов, они играют в страйкбольные игры по этой Вселенной. И вот. Ну, как интересно. То есть, я так понимаю, что там вот добыча этих артефактов – это один из, ну, таких… одна из мотиваций в игре. Хотя вот на самом деле те сталкеры, которые, скажем, в реальности посещают разные заброшки, вот какие-то такие страшные заброшенные места, у них, наоборот, такой этический кодекс, что ни в коем случае нельзя ничего брать, ничего прикасаться и никак не изменять вот эту зону, скажем, куда они проникают. Это какая-то такая вот у них свое верование. Некоторые все равно камушки выносят, поверь мне. Ну, да, в этом тоже определенное отличие. И в фильме как раз обыгрывается тема с одним из артефактов, который обладает свойствами исцеления, и он называется «Сердце ангела». Почему фильм называется «Сталкер. Сердце ангела»? Это название артефакта. И главный герой Филин встречается со своим другом Котом, он знаком с ним по службе в армии, он его хорошо знает. То есть Кот – это человек? Кот – это оба сталкер – Филин и Кот. Значит, встречают кота, тот… Ой, извини, извини, можно тебя перебью? У них такие звериные имена, это как-то связано с мутациями зверей? Нет, это скорее с привычками, потому что Филин все время говорит «угу-угу». А, понятно. А Кот просто… Мяу-мяу. Он такой, весь его вид говорит о том, что он… Что он Кот. Да. То есть это просто клички, которые дают. Вот. И, значит, Филин подозревает своего друга в крысятничестве. А дело в том, что крысятничество, по правилам, здесь, ну, вот этой, в аномальной зоне, которая в лагере там существует, оно карается смертью. Ну и, соответственно… То есть это был кодекс чести такой профессиональный такой. Да, крысятничество, то есть он как-то утаил этот артефакт, ну и, соответственно, это все карается смертью. Сдавать его, не сдавать, что делать в итоге, и к чему это все приводит, да, в итоге. Вот об этом, собственно говоря, фильм. Но сюжетные коллизии я тут выдавать не могу. То есть такая морально-этическая такая история, да. Да, здесь об этическом выборе, и там есть тоже определенная философская составляющая, которую тоже раскрывать не могу, иначе это будет спойлер. Ладно, не будем спойлерить. Нет, ну, в принципе, вот вы сказали об одном каком-то моральном законе. То есть у них вот прямо такая четко прописанная какая-то, ну, условно, вселенная со своими какими-то законами, со своими правилами. Дело в том, что там есть много разных кланов, которые существуют внутри вот этой вот аномальной зоны. У них у всех есть какие-то свои там писанные или не писанные правила, существуют. Похоже на феодальный мир? В чем-то да, в чем-то нет. То есть тут как бы, я говорю, существуют разные кланы, одни как бы ближе к этому, другие ближе к другому. Соответственно, там очень все по-разному, их взаимодействие. Вот, и вот, собственно, этот самый сценарий мы написали с Сашей, точнее, Саша сначала предложил мне синопсис. Это был синопсис по его рассказу. Рассказ выходил как раз из серии «Сталкер с точками». И он мне предложил на его основе сделать уже как бы сценарий фильма. Я, соответственно, сначала написал поэпизодный план. Поэпизодный план – это план эпизодов, грубо говоря, без диалогов. А потом уже на основе его сценарий уже с диалогами составляется. Ну, это просто как... Киношники знают. Киношники знают. Ну, я упрощенно старался объяснить. Спасибо. Ну, все понятно. А вот, насколько я поняла, ты не только автор сценария, но соавтор сценария, но и снимался в этом фильме. То есть было несколько съемочных дней, и у тебя в соцсетях об этом написано. Ты об этом можешь поподробнее рассказать? Какие вообще впечатления? Да. Значит, это был тоже мой первый опыт актерской деятельности. А где снимали, кстати? Снимали все в Пущино. Это подмосковный город. А когда? Летом, зимой? В октябре. А, это самое ужасное время. Девятая, десятая. Ну, там было, на самом деле, 5-5 съемочных дней. Я участвовал в двух съемочных днях, которые выпадали на выходные, соответственно, чтобы туда приехать в Москву сначала, потом в Пущино, потом обратно уехать. И вот, чтобы это все дело успеть. Но я успел. Вот. И погода была, ну... Осенняя. Осенняя. То есть днем еще нормально, а вечером у нас часть съемок выпала вообще, в принципе, на ночь. Одна из ролей у меня была связана с пением и игрой на гитаре. Соответственно, при минусовой температуре надо было как-то это все дело воспроизводить. Это было, конечно... Мне, честно говоря, мне первый раз схватила кондрашка, вот в прямом смысле слова, когда руки, ноги трясутся, я ничего не могу с этим сделать. То есть, а мне надо вот играть, петь, как бы... Так это от холода или от обрежения нервного? Да, от холода. То есть, сидишь у костра, вроде бы у тебя там все, ну, как-то более-менее согревается. Чуть-чуть отошел, все сразу, ну, как бы, все схватывает, и невозможно ничего делать. Ну, и картинка, наверное, такая мрачноватая, осенняя, да? Обычно в средней полосе России очень неприглядно, как осень. Нет, на самом деле там по сценарию фильма предполагалась именно осень. То есть, нужна была осень, ну, и, соответственно, снимать в октябре, ну, самое время. Логично, нет, это понятно. Но, возвращаясь к пению, надо сказать тем, кто не знает, что Алексей у нас лидер группы, уже существующий, наверное, сколько лет? Ну, по-моему, не 20, я, честно говоря, мне сложно с подсчетами. У меня такое чувство, что мы познакомились, когда в журналистской сфере 20 лет назад, тогда уже и была группа, тогда я тебя знал в первую очередь, конечно, как лидера этой группы, как исполнителя песен, да? Получается, в 2008-м, в 2008-м группа образована. Ну, да, много-много-много. И, а исполнять тебе приходилось что там? А исполнять мне приходилось Высоцкого. Ага. Как ни странно. Учитывая, что я не играл на гитаре уже, ну, несколько лет, то есть, я до этого был и гитаристом, и вокалистом, потом остался просто вокалистом, и, соответственно, от гитары, ну, в общем, дистанцировался. Но у тебя же не акустика явно была. Акустика, почему акустика? Значит, и мне надо было сыграть на акустике, и, как бы, за две недели мне Саша пишет, вот, я хочу там сделать такой эпизод с пением Высоцким, вот, когда сталкеры возвращаются в лагерь, и, соответственно, там они сидят у костра, и один из них поет песню. Ну, как, ты будешь? Я обычно всегда соглашаюсь, а потом, как бы, начинаю думать, как это сделать. Вот, ну, соответственно, за две недели мне надо было это все дело отрепетировать и, ну, подготовиться. Ну, вроде подготовился. То есть, все, все спел. А вторая роль, она была еще чуть более эпизодическая. Там была сцена с атакой зомби на главных героев, когда они как раз пытаются искать артефакты, вот, и их атакуют зомби с разных сторон. Это такая экшн-сцена боевая с большим количеством, там, выстрелов, стрельбой, там, прочее. Слушайте, я играл одного из зомби. Одного из зомби, да. Серьезно? Одного из зомби, да. Почему у меня там в соцсетях фотографии с нарисованными глазами? Зомби был, правда, в маске, но, тем не менее, это был зомби, да. Да, то есть, зомби играют люди, да? Они сильно... Да, зомби играют люди, а не зомби. Они сильно там загримированы? Они очень страшные и противные? Или все-таки более человекообразные такие? Нет, которые с открытым лицом, естественно, они смотрятся, ну, достаточно внушительно. То есть, как в фильмах ужасов, пожалуйста. Там вся вот эта вот гниль, да, там все отпадающие красные глазки. Там без такой уж слишком большой детализации, потому что это все-таки не крупные планы были зомби, да. Они наступали достаточно издалека. Соответственно, там большой детализации не надо было. Если бы снимали зомби где-нибудь прямо вблизи, то, конечно, бы все это сделали. Слушай, а ты звуки какие-нибудь издавал там? Нет, звуки я не издавал просто по той причине, что там все равно все заглушили бы выстрелы. Там очень много стрельбы. Ага, кстати, вот насчет выстрелов я хотела спросить. Ну, вот это же, я так понимаю, это же населенный пункт не очень далеко, ведь это от места съемок был, правильно? Да, но там существовали, я так понимаю, какие-то договоренности. То есть разрешение на это все получается. Вот, и тем более мы снимали на частной территории, там завод, ну сколько я помню, железобетонных конструкций бывший. У него есть частный владелец, который, соответственно, туда каким-то образом обеспечил доступ. Понятно. Слушай, еще вопрос все-таки к теме зомби. Там их очень много, то есть когда будем смотреть фильм, надо подготовиться прямо к такой толпе нашествия страшного. Ну, их, насколько я помню, у нас в сцене было задействовано 6 человек, 6 зомби. Ну, значит, не очень страшно. Да ладно. Нет, пугающе именно, когда, знаешь, вот эти вот мертвецы в фильмах Урса ходят, и прям такая бесчисленная толпа на тебя наступает. Мне кажется, одного хватает для того, чтобы потом... Одного лишь скачало. На самом деле, для того, чтобы воспроизвести какой-то эффект в фильме, не надо слишком много людей. Достаточно замкнутого пространства, учитывая, что там такое проходное помещение, они наступают с одной стороны и с другой стороны, они закрывают обе... Оба выхода. Оба выхода, соответственно, тут за счет вот этого образуется, как бы, саспенс-то получается. Возрастное ограничение у этого фильма будет? Известно ли оно? Я пока не знаю насчет возрастного ограничения, но... Ну, судя по картинке, описываемый, мне кажется, что это минимум 16+. Мне кажется, даже 18+. Смотрите, книжки все идут 16+. Я так подозреваю, что где-то в этом районе будет. Остальное там уже зависит от режиссера, насколько будет, как бы, кровавая или не кровавая сцена, потому что там есть еще сцена казни. Ой! Соответственно, там уже как это будет решено графически, потому что какая-то компьютерная графика, как это будет выглядеть. Ну, в общем, если будет очень много крови, тогда 18+. Ну, да, да. А, кстати, вот про оружие. А там есть какие-то современные, ну, может быть, даже несуществующие сейчас виды оружия? Как у них с технологией там вообще? Нет, на самом деле у них вооружение, в принципе, такое же, как вот у современных вооруженных сил, так сказать. Огнеметики. То есть там же все построено на том, что они, в том числе и какие-то склады, которые остались на территории вот этой аномальной зоны, используют, да, в том числе для... Ну, и, соответственно, с большой земли попадает туда то же оружие, которое есть на этой же большой земле. Уже не может какое-то другое туда попасть. А зомби каким-то специальным оружием можно победить или обычным самым? Ну, можно самым обычным. У нас стреляли автоматом калашников. У нас стреляли автоматом калашников. Зомби – это не вампиры. Там чеснок, осиновый кол, отрубить голову – это необязательно. Нет, зомби так заморачиваться не надо, да. С ними все намного проще. Ладно, будем знать. Ну что, предлагаю тогда еще рассказать о книге, которую Алексей написал. Я еще раз покажу ее слушателям. Да. Да, и она вышла в начале этого года. Да. Книжечка называется «Эвакуация». Это моя уже, получается, пятая печатная книжка. Ого. Я издаюсь сразу в двух сериях. Сталкер. Есть Сталкер латиницей. Сталкер написано «Кириллицей». Вот эта серия латиницей. Она более приближена к игре. То есть, больше напоминает игровой сеттинг в том плане, что здесь тоже чернобыльская зона отчуждения. Вот. И здесь концепт был такой. Мне интересно было поиграть с сюжетом, похожим на Керри. Точнее, не на Керри. У Кинга, как, с машины Кристина? Кристина, да. Кристина, да, да, да. Значит, вот, когда машина появляется, зловещая некая, и что-то там происходит. У меня здесь дело в том, что автобус, он появляется в ворот базы, и, соответственно, потом база сталкерская вся исчезает. И это связано с эвакуацией, в том числе, из Чернобыля в 86-м году. Как это все связано, читайте в книге, да, я вам все равно не скажу. Мы должны сказать, что сегодня мы как раз разыграем одну из книг, и можно будет действительно выиграть ее, прочитать и узнать все, что там. Да, но сразу оговорюсь, что книга и сценарий никак не связаны. То есть, сценарий – это по рассказу Александра Вороненко, книга – это чисто мое… Это другое совсем, другие события, другие герои. Это произведение, да, и там идея Александра Вороненко, я только это все дело перенес именно в сценарную запись, то есть сценарный вид. А ты сказал, что это уже пятая, да, книга у тебя, когда ты стал писателем, потому что мы тебя больше знаем все-таки по другой твоей ипостаси. Ну, случилось это дело со мной в 2019 году, ко мне, точнее, ну да, ко мне обратился писатель вот как раз из серии «Сталкер» Тим Волков. Вот, мы тогда с ним делали интервью для газеты, ну, по поводу его новой книжки, и как-то слово за слово он мне такой говорит, а что ты, говорит, давай напишем вместе книжку. Ты же, он же, ты же, ты же, ты же, говорит, это самое, там, в группе, в группе, ты же в группе, нет, ты же в группе играешь, там, все дела, знаешь, что там с музыкантами. Вот, давай-ка закинем музыкантов в зону, посмотрим, что с этим будет. А, вот как это было. Ну, это потом уже они название такое получают. Значит, группа, как в лучших ужастиках, заезжает не туда, оказывается, в аномальной зоне, там на них нападает мутант, машина уничтожается, ну, и, соответственно, им надо как-то из этого дела выпутываться. Они, оказывается, втянуты, там, в, как говорится, в планетарном масштабе опять разборки, ну, и, соответственно, им надо как-то это все дело решить. Слушай, скажи, пожалуйста, ты сказал, что персонажи вымышленные, но не было ли случайно соблазна все-таки взять парнотип из своей группы? В том-то и дело, что в первой книге «Рок-зоны», она потом стала циклом из трех книжек, там прообраз персонажей как раз члены группы «Хэмер», в которой я играю. Это изначально была такая задумка, мы с Тимом договорились, что мы используем, как бы, реальных людей, но докручиваем их драматургически, ну, чтобы было интересно. Понятно, что нельзя взять просто обычного человека с улицы и, там, написать про него книжку, даже если он супер-пупер, ну, как бы, интересный, знаменитый, там, и прочее. Все равно нужно каким-то образом подчеркивать те или иные черты, чтобы было интересно за ним наблюдать. Даже боепик в любом случае снимают про кого-нибудь, там, все равно есть доля вымышленных. Вот. Ну, вот, соответственно, там есть и я, в том числе присутствую в книжке, поэтому мне было достаточно просто про это все дело писать. Вот. То есть вот это была первая книга? Да, это была первая книга «Рок-зоны», потом вышла «Рок-зоны», как раз «Адское турне», это по, уже группа типа гастролировала по этой зоне, потом дальше... Она настолько большая, что там можно гастролировать? И там есть люди, для которых можно... Там есть люди, там, да, там все очень... Там движуха вообще кипит просто. Они... Дело в том, что они в этой зоне там засиделись, и у них развлекухи не так много, как, допустим, на Большой Земле, поэтому это для них как манна небесная настоящая рок-группа, которая еще и по их лагерям там, грубо говоря, гастролирует. Вот. А что произошло с музыкантами? Они там это... в аномальной зоне сами аномальными немного не стали? А вот это хороший вопрос, потому что там, да, на обложке присутствует один из персонажей, который, ну... Видоизменился? Видоизменился, в размерах увеличился. Ну, что с ним именно произошло, читайте в книжке. Мне даже интересно стало, кто это и кто... прототип этого героя из как раз нашей реальности, из группы из Кировской. Отлично. Читайте книжки, как говорит Алексей. Да, читайте книжки. Потом у нас была еще буферная зона цикла, вот сейчас выходит у него вторая часть после Нового года. Сейчас делают обложку и прочее. Так что жизнь кипит. То есть это продолжение, да, получается, той же истории? Смотрите, значит, есть рок-зоны, цикл, и есть буферная зона, цикл. Это два разных цикла. Буферная зона – это про то, как аномальная зона начинает наступать на большую Землю. И, соответственно, буферная зона – это вот та прослойка, которая между большой Землей и аномальной зоной существует, и что в ней происходит. Ну, как страшно. Наступает аномалия. Ну, да. Совершенно. Так, значит, еще раз. 16 плюс возрастное ограничение книг в серии «Сталкер». Да. Мы говорили про сериал в самом начале «Сталкер. Сердце ангела». Не сериал, а короткометражный фильм. Все, короткометражный фильм, конечно, да, «Сердце ангела». Там возрастное ограничение пока не определено. Ну, я так понимаю, что когда будет выпущен сам фильм, уже будет определяться. Вот. И, по-моему, мы не спросили, а дата вообще известна, выхода? Ну, сейчас, насколько я знаю, Саша передал как раз это дело, точнее, передает в озвучку, там, звуковое сопровождение будет, то есть, музыка сочиняться специально для фильма. А когда точно выйдет, я пока не знаю. Ну, как будет известно, я сообщу. Да, а еще, вот, это будет где-то показываться или это будет, ну, некое, не знаю, там, можно будет посмотреть где-то в сети? Смотрите, я так понимаю, дело в том, что я не режиссер. Я могу тут в данном случае предполагать, что если существует какая-то фестивальная версия, соответственно, она будет показываться на фестивалях. Да, есть множество фестивалей короткометражных фильмов, в которых можно поучаствовать, в том числе и, там, допустим, на кинотавр можно заявиться и там поучаствовать. Для широкого-то зрителя, где? Да. Да, обычная версия, скорее всего, режиссерская, точнее, вот, она будет, скорее всего, доступна на Ютубе, я так полагаю. Но точно здесь вот будет зависеть. Ну, это к режиссеру вопрос. Да, это, конечно, к режиссеру. Ну, когда все появится, мы попросим дать обещание Алексею рассказать все о своих соцсетях и повесить всю информацию у себя на страничке. Так, а еще по книжкам, где можно твои книжки, заинтересовавшими киркским читателям, где можно приобрести? Ну, смотри, на самом деле книжки доступны во всех крупных книжных магазинах, в том числе, я не знаю, можно ли тут называть... Можно Читай-город, например, можно, это наши спонсоры. Да, 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 то есть в Читай-городе, пожалуйста, есть книги, можно зайти купить. В интернете есть наверняка. В интернете, да, есть множество онлайн-магазинов, достаточно ввести, там, Алексей Сидоров, эвакуации, пожалуйста, в улице куча разных ссылочек, где это можно все сделать. А мы сказали возрастное ограничение. Да, 16 плюс у книжки возрастное ограничение. Ну что, мы сейчас уйдем, наверное, или перерыв, звукорежиссер нас торопит. Алексей Сидоров у нас в гостях писатель-сценарист, после перерыва вернемся и будем разыгрывать призы. Культ поход. Писатель-сценарист Алексей Сидоров в нашей студии. Мы сегодня говорим о фильме «Сталкер сердца ангела», сценарий, которому писал Алексей, и о его книгах, ну, в частности, о книге «Эвакуация», которую мы прямо сейчас будем разыгрывать. Кроме этой книги у нас есть еще очень много призов. Я думаю, не нужно еще раз зачитывать аннотацию, поскольку про книгу уже достаточно много Алексей рассказал. У нас есть пригласительные в галерею «Прогресса» на две выставки художника Георгия Булдакова «Ограничение 16 плюс» и выставку «Виват Натура». Это выставка-манифест «Яркое признание художника в любви к природе». Первая выставка «Отражение» называется, и ограничение у нее 16 плюс. Совершенно верно. Также у нас есть пригласительные билеты на любой фильм и сеанс в кинотеатру «Дружба», и я напоминаю, что в кинотеатр вы не пройдете без QR-кода, так же, как и в «Галерею прогресса», кстати. То есть это либо для привитых, либо для переболевших. Судя по всему, эта история надолго, так что хотите ходить на выставки в кино, в театры, придется привиться. Или переболеть. Это лучше, чем переболеть, поверь мне. Ну, и книги мы разыгрываем от магазина «Читай город». Мартин Джобсон. «Все о человеке за 60 минут». Очень интересная и познавательная книга клеточного биолога о том, что значит быть человеком. 6 плюс. А Дмитрий Воденников. «Приснившиеся люди». Сборник тонких и интеллектуальных эссе известного поэта, прозаика и радиоведущего о жизни, литературе и вечности. 18 плюс. И Татьяна Черниговская. «Чеширская улыбка Шерёдингера». «Мозг, язык и сознание». Книга предназначена для очень интеллектуального читателя. 12 плюс. Что эти и другие книги, например, «Эвакуацию» вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, торговый центр театра «Оленина» 103а, торговый центр «Крым». Луганская 53, торгово-развлекательный центр «Макси». И новый «Читай город» в Терции фестиваль на Волково 6А. Так, ну сейчас Алексей задаст вопросы, и вы позвоните по телефону 211-101 и ответите на эти вопросы, сможете выиграть и книжку Алексея, и наши другие замечательные призы. Итак, вопрос. Ну, смотрите, мне интересно, чем, вот, знают ли наши радиослушатели, чем отличается вообще книга от сценария, чем в принципе. Здесь могут быть разные варианты ответов, например, объёмом, тем, что книга – это художественное произведение, сценарий – технический документ. Или в сценарии просто больше диалогов. Ага, то есть это вот, это три разных варианта, да? Три разных варианта, да, пожалуйста. 211-101. Чем отличается книга от сценария? Объёмом. Книга – это художественное произведение, сценарий – технический документ, и в сценарии больше диалогов. Есть у нас уже звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Наталья. Да, Наталья, чем же отличается книга от сценария? Мне кажется, он вот меньше по объёму. То есть ваш вариант – это первый? Объём, к сожалению, это не всегда так. Книжка может быть и меньше сценария по объёму. Ну, Алексей, давайте дадим вторую попытку нашей слушательницы. Тогда ещё диалогом. Диалогов побольше. Больше диалогов. Ну, здесь тоже на самом деле всё не так просто, потому что диалогов может быть и там, и там больше. И у нас, в принципе, остаётся только один вариант. Увы, Наталья. Да, да, вынуждены мы с Натальей попрощаться. Следующий человек, который позвонит, он… Наверное, выиграет. Ему будет очень сложно не выиграть. Да, приз. Вот, 211-101. Там есть один вариант. Мы его, наверное, и не будем называть. Если вы слышали, о чём мы говорим, пожалуйста, 211-101. Давайте подключайтесь к нам. Надо было внимательно очень слушать, да. Ну, там на самом деле, мне кажется, оба, вот эти все три варианта, они вот действительно ведь отчасти, как бы, да, такие, имеют право на жизнь. Ну, я говорю, что, да, объём может быть меньше и у книги, и у сценария. Здесь разные варианты. По диалогам то же самое. Чем отличается книга от сценарий? Есть у нас желающие ответить. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Да, Андрей. Вы помните? Правильный ответ. Да, сценарий – это технический документ. Да, всё правильно. Дело в том, что книга – это именно художественное произведение, а сценарий, технический документ – это своего рода инструкция, как снимать кино. Вот это кардинальное отличие, которое многие на самом деле путают и путают писателя со сценаристом, вот в том числе благодаря этому. Да, это технический документ. Я вас поздравляю. Андрей, какой приз вы хотите? Естественно, книгу «Сталкер». Книгу «Сталкер» и «Вокуция». Отличный выбор. Она ваша. Мы вас поздравляем. Да, Андрей, как всегда в редакции, в нашей «Пресс» вас будет ждать. Московская 40. Спасибо. Всего доброго. Так, дальше. У нас есть ещё 4 минуты. Следующий вопрос. Для чего в кино… Все, наверное, видели «Хлопушка». Да? Для чего в кино «Хлопушка»? «Хлопушка» – это вот та штука, которую девушки красивые щёлкают обычно, да? На самом деле, не всегда девушки. Бывают парни. У нас, например, щёлкал парень. Да, то есть, вот. Для чего это «Хлопушка»? Значит, варианты ответов. Чтоб синхронизировать звук и изображение. Чтоб режиссёр не забыл, ну, на всякий случай, номер сцены, да, которую снимают. Или название фильма вообще. И просто «Хлопушка» круто смотрится в кадре, с ней можно сделать селфи. 211-101. Зачем нужна «Хлопушка» в кино? В процессе киносъёмок, да? Та-дам! Три минуты. Три варианта ответа у нас есть. Три варианта ответа. Зачем нужна «Хлопушка» в кино? 211-101. Чтоб синхронизировать звукоизображение, чтоб режиссёр не забыл номер сцены и круто смотрится в кадре. Да, и мне последний вариант будет всех нравиться. Да, да, это правда, конечно. Ну, это же вот... Причём это действительно ведь обрастает, да, целыми, ну, не знаю, какими-то... Вот у меня, например, в голове там сценами целыми. Ну, я представляю, да, что это девушка обычная бывает такая. Ещё в короткой юбке обычно. Не знаю, там в наряде. В октябре в короткой юбке не очень хорошо. Да, да, в лесу. Так они зомби. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Это Светлана. Да, Светлана. Ваша ответа. Здравствуйте. Ну, давайте первый вариант изображения. Чтоб синхронизировать звукоизображение. Да? Да, это правильный вариант. Поздравляю вас. Ух ты, спасибо. Действительно. В яблочко с первой попутки. Действительно. Дело в том, что когда хлопает хлопушкой, получается резкий звук, который на звуковой дорожке всегда слышно, и его можно, соответственно, с видео синхронизировать, и получается, как бы, синхронизированы две дорожки. Отлично. Видео и аудио. Какой приз вы хотите? Дружба. Да, Светлана, дружба вам достаётся, но вы помните, да, что мы говорили. Хорошо. Я скажу, делаю прививочку. Юар-код. Хорошо. Хорошо. Всего доброго. Поздравляем. И последний вопрос. Успеваем? Вообще, на самом деле, минута, по-моему, остаётся у нас, или чуть больше, да? Ну, давайте попробуем. Две минуты ещё. Две минуты. Ну, хорошо, вопрос самый интересный. Кто у нас главный на киноплощадке? Сценарист, он всё придумал, продюсер, он заносит бабло, и режиссёр, он видит всё. Режиссёр, продюсер или сценарист, кто главный на киноплощадке? Во время съёмки, да. Такой очень иерархически выстроенный процесс, мне кажется. 211, 101. Торопитесь, минута остаётся. Добрый день. Добрый день ещё раз. Да, здравствуйте. Ну, давайте второй попыток. Мне кажется, режиссёр. Всё правильно. Дело в том, что именно на площадке всегда командует режиссёр. Да, есть продюсер, который это всё дело финансирует, но если продюсер нормальный и хороший, он в основном доверяет видению режиссёра. Вмешивается в процессе. Режиссёра, да. И вмешивается только в административные какие-то, на творчество он старается не влиять. А сценарист, он там вообще как-то сидит? А сценарист, к сожалению, как бы я ни кипел душой к ним, он всё-таки не самый главный человек на площадке, и всё равно приходится, в том числе и правки режиссёрские, и продюсерские вносить в сценарий. Наступайте иногда на горло собственной песни. Но так уж выстроен кинопроцесс. Наталья, какой приз вы хотите? А можно меня к редактору, пожалуйста? Да, пожалуйста, можно вас к редактору. Редактор вас ориентирует. У нас осталось три книги и билеты в галерею прогресса. Всё, мы заканчиваем. У нас полминуты остаётся. Давайте заканчивать. Давай. Ещё раз. Значит, мы сегодня знакомили наших слушателей с Алексеем Сидоровым, писателем, сценаристом, музыкантом, журналистом, и его книгой «Сталкер. Эвакуация», и ещё и другими книгами Алексея, а также фильмом, который снимается по сценарию Алексея, снят по сценарию Алексея. Да, да. «Сердце ангела» называется фильм. «Сталкер. Сердце ангела». И вот его можно будет увидеть, не знаю пока когда, но можно будет следить за анонсами в социальных сетях. Мы сообщим обязательно. Всё. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Сидоров. Спасибо вам, что пригласили. Прощаемся. Всегда рад. До свидания. До свидания. Спасибо. Мне часто снится старый дом на мопро, лужайка от дождя совсем промокла, там голубей держа задира и бугай. Гроза района, хулиган Мамай, на берегу в пивной, эх, было место встречи с друзьями по одной. Она ведь душу лечит, там храма скромно скрыты купола, там мама ждёт, хлопочет устала, там в коммуналке каждый день пустые ссоры, а я в Афган ушёл. В чужие горы вдали остались пьяный сброд, шалман, а здесь мне в сердце метит злой душман. Потом Чечня, тут ад, я стал намного злее, моих ребят бойцов. Спасти не всех сумели, Кремля посланец, бодлый ренегат. На кон поставил смело жизнь солдат. Пусть боевой я генерал, ну что я смею, Одобрил пьяный президент эту затею, С нахрапом начал Паша Мерседес. Увы, в бою потом не показал чудес, И вот остался я один в таком унылом мире. Хоть и в Москве живу В обставленной квартире, Но с детства храм над вяткою рекой Вселяет в сердце радость и покой. КУЛЬТ ПАХВОТ